Всем привет! На связи SmokeFX и сегодня в этом видео я вас научу правильно использовать вертикальные объемы в нижней части графика вместе с объемами внутри свечи. Если это все объединить, подключить базовый технический анализ, то можно будет с легкостью разобраться в какую сторону нужно заходить в рынок. Видео будет обучающего формата, буду все раскладывать по полочкам от А до Я, как я это умею делать и так, как вам нравится. Ну а от всех здравых ребят, которые смотрят данный видик, пацаны, поднавалитесь сюда просто лайкосов. Лайкос, комментосы это, как говорится, лучшая награда, когда ты делаешь обучающий контент. Давайте, с вас лайкосы, с меня годный контент. В общем, приятно начинать видос с того, что ты заходишь в группу, а тут сразу 15 плюсов в ряд. Это, к слову, как работает наш алгоритм, 15 плюсов в ряд, крайний тут также плюс. Смотрю, есть смайлики, да, такие недовольные. Думаю, да что ж не так, 34 пункта разница, вроде все хорошо, а оказалось, что у покета выплата, по-моему, всего лишь 58%. Ну, вот это пока еще минус, иногда такое бывает, да, что на супер выплату ты, конечно, можешь и не попасть. Ну, опять же, это процентов 10-15 от всего пула прогнозов. Давайте так, приступаем. Итак, объемы в нижней части графика и объемы внутри свечи. Будем их сегодня с вами объединять. Кстати, чтобы попасть сразу, я думаю, на более или менее хорошую, более или менее, да? Правильно сказал? Правильно. Хорошую валютную пару. Давайте сразу ее выберем. Outcut, Outchf, вот что-то там, давайте смотреть. Хорошая выплата. Так, Outcut есть и Outchf. Противоположная, кстати, ситуация, какую будем с вами рассматривать, какую вы хотите. Что-то, что-то будет, я думаю, достаточно интересной. Давайте Outchf. Думаю, здесь сейчас будет просто жирочек. И полетели. Вот, полетели, как это движение вверх, да, у нас полетело. Начнем все с базы, как это у нас всегда происходит. Мы должны понимать изначально, что у нас происходило. Это движение на повышение у данного минимума. Ключевая остановка у нас произошла вот по этому максимуму. Можем захватить данную тень. Если посмотрим левее, видим также ключевую остановочку. Далее движение на повышение. Обновляем максимум. До этого максимума у нас самый ближайший находился вот в этой точке. Обновили, вроде бы, все хорошо. Хорошее движение вверх. И по итогу вот наш ключевой максимум на данный момент. Теперь, внимание, вопрос. Все, как мы с вами любим. В какую сторону нам сейчас-то заходить? Продолжая движение на повышение, либо на понижение. Давайте просто смотреть на объемы. Объемы нам с вами будут рассказывать все секреты данного движения. Что по объемам, пацаны? Объемы падают от этого максимума. Объемы падают. Движение куда происходило? На повышение. Объемы падают. То есть падают объемы силы на повышение. Вот представь, насколько, блин, это легко. То есть все, мы не можем здесь рассматривать вход на повышение. Объемы не подкрепляют ни хрена это движение вверх. Все. И все, что тебе осталось, находишь объемы на понижение, заходишь вниз. Вот так да. Вот так дед. Объясняет все вообще с другой стороны. А это еще, оказывается, и работает. Давайте, чтобы мы с вами в этом убедились. Вход на понижение. Уже, к сожалению, вот этот ключевой откат произошел. Но ничего в случае чего будем добивать до финалочки. Давайте еще раз, чтобы всем было понятно прям окончательно. Мы провели с вами анализ. Да, движение на повышение. Очень все хорошо. Что по объемам в нижней части графика? Посмотри вот на этот максимальный объем. Проведем даже вот так вот. Давайте вот так вот. Ровненько. Здесь было движение на повышение. Здесь также высокий объем. То есть в общем и целом эти объемы, они на повышение. И при движении вверх объемы падают. Не говоря уже о том, что откаты происходят. При этом объемы падают общие на повышение. Потенциал куда? На повышение он падает. Если падает потенциал на повышение, о чем это говорит? Ну давайте логически, логически. Пацаны, не нужно быть супер знатоками теханализа. Не подкрепляет. Нет бензина в автомобиле ехать дальше вверх. В гору, да, вот в гору. Кончается бензин. Окей. Бензин кончается. А в какой промежуток заходить? Пацаны, тут на помощь нам приходит наш любименький объем. Внутри свечи вот этот объем показывает тебе интерес на продажу. Если бы, да кабы, здесь у нас все было обрезано, вот по этим областям, да, то есть объема прям в три раза меньше, тогда, возможно, присутствовала бы такая ситуация, что, а может стоит попробовать все-таки залететь на повышение к этой области. Но у нас с точностью, да наоборот, объем не соответствует на повышение, на понижение идет. Здесь огромное количество желания пройти еще ниже, поэтому на максимуме зайти и отработать вход вниз, ну это просто must have. То есть, если вы такое пропускаете, вы совершаете реальную ошибку, пацаны. Это реальная ошибка пропускать такие фактически 99% ситуации на графике. Вот тогда, пацаны, ну что, нормально я вам тут распедалил? Зажили-были за объемы? Как это можно легко вообще смотреть и понимать, будет ли идти движение дальше? И по такому же принципу, в принципе, работает алгоритм в закрытой группе. Да, здесь он учитывает прям все такие тонкости, нюансы, чтобы вы запоминали, что себя отрабатывает хорошо, а что себя отрабатывает плохо. Но в то же время, смотри, как только я открылся, здесь реально после вот этой тени можно было уверенно залетать на повышение. Ты понимаешь, что буквально разница 30 секунд, 1 минута и на графике меняется все. Если ты вдруг уже научился правильно это улавливать и отрабатывать, цены тебе не будет. Сиди спокойно дома, делай бабки и никому об этом не говори. Это у меня уже 200 тысяч на канале, тут хочешь не хочешь, нужно рассказывать некоторые нюансы. Но самое прекрасное для здравых людей, поверьте, 98% которые вот это увидели и поняли в чем здесь фишка, они это забудут через 30 минут. А вот ты, который подумал, ни хрена себе смог, как-то интересно это все объяснил и походу это реально работает, запомни, запиши себе в телефон, в тетрадь, да куда угодно и используй. Нас на самом деле мало, нас очень мало. Вы думаете, какого хрена на бинарках людям, которые зарабатывают, выплачивают, причем выплачивают огромнейшие суммы. Почему? Да потому что сливается здесь, пацаны, в раз 400 больше, чем тебе выплачивают. Ты понимаешь? Потому что все ведутся, я не знаю на что они ведутся, я уже устал думать и пытаться поставить себя на место, я не могу поставить себя на место человека, который руководствуется непонятно чем в плане анализа, стрелочек каких-то там, сигнальчиков. Ну о чем это говорит? Это школьник не по возрасту, а школьник в душе, да, и в душе, и в душе, и где угодно. И вот смотри, как интересно. На откате мы заработали, все отлично, и продолжается планомерное движение на повышение. Продолжается, то есть схватывается потенциал, и к слову, можем посмотреть, что в helper bot. Здесь, да, здесь также уже он говорит, что вот теперь после отката ты можешь продолжить рассматривать вход на повышение. Как вам такое? На мой взгляд, очень даже неплохо. И это тоже очень неплохо, вот плюс в группе, это с перекрытием, где у нас цена была, по итогу. Ты сам видишь, какое движение у нас произошло. Это был вход на повышение. Разница 78 пунктов. 78 пунктов. Ну неплохо на самом деле это выглядит. Смотри, вверх, вниз, вверх, вниз и вверх. Вообще супер. Классный выстрел. Поэтому огонечки ставим, ставим, когда у нас очень уверенный плюс. Тут именно написано, что тюбикам тут не место, пацаны. Тут только место здравым типам. Всегда помните, что это, это, внимание, не торговые сигналы. Это тренировочные процессы внутри закрытой группы. И чтобы не превращать это видео, знаешь, в такую глубокую рекламную интеграцию, я решил спокойно себе сесть и дальше реально посмотреть, какие отработки будут происходить внутри группы. Ведь все-таки это мой алгоритм. И я анализирую точно так же, вот как был первый пример и все последующие. Так вот, я входил абсолютно в каждый последующий прогноз. По КДЖПИ, давайте посмотрим. Сразу буду показывать вам итоги. Это 51 пункт плюс. Это уже 17.35. Дальше. У меня было Евро CHF. Здесь, если мы посмотрим, здесь 50 пунктов. Тоже на уверенной ноте. По ГБП USD прыгал процент. Я успел его забрать по нормальному проценту. По нормальному, опять же, там 67, что-то такое было. Ну и как ты видишь, здесь так же с перекрытием 50 пунктов плюс. Пацаны, это 20 плюсов в ряд по итогу здесь получилось сделать. Самый жирнючий был, но вот так, что и на уверенном, и хороший процент. Это прогноз по КДЖПИ. Здесь я прям был согласен на все 100%. На самом деле, очень сложно мне быть не согласным с прогнозом. Потому что это лично, лично. Вот такой вот мой взгляд на рынок. По итогу, опять же, чтобы люди не думали, что вот смог, там повышенные риски, как ты все это делаешь. Но на балансе уже следующая сумма. Это был своего рода собственный, собственный такой процесс увеличения депозита с повышенными суммами. Просто, чтобы вы понимали, откуда все это берется. Это не сбухты-барахты. Это уже все-таки мейн аккаунт. Так вот, в чем вообще посыл? Я не копировал это все. Это и есть мои мысли и мой анализ. Я это все отработал, но каждый последующий, ну сами подумайте, 50 пунктов разница. Посмотрите, насколько сильно и значимо по итогу улетала цена. Сегодня волатильный день, поэтому мы с вами можем наблюдать вот такие вот уверенные залеты, которые перешагивают за 20 пунктов, за 40 пунктов, за 50 пунктов, за 100. Я, честно говоря, не помню, было ли сегодня. Там 36-48. 92 пункта. Слушай, пацаны, вот все, кто сегодня торговал, обязательно, обязательно черканите об этом, потому что сегодня, ну вы сами видите, все в ряд. Вот было 19 пунктов. Здесь 91 пункт. Опять же, посмотри, где была цена и по итогу какой рывок произошел. Все это я вам показываю к тому, чтобы вы развивались, больше добавляется практики и результат становится более ярким. А если вы будете стоять просто на одном месте, вот CHFGPI. Давайте посмотрим, есть ли она здесь. CHFGPI. 85%. И что у нас здесь по итогу будет? Давайте, вот я вместе с вами, хорошо, один прогноз, так уж и быть. Я не собирался делать тут никаких таких вставок и самые такие с большими суммами. Я даже вставлять видос не буду, чтобы не думали, знаешь, типа, вот он специально показывает, как можно многократно увеличить. Да ничего я вам не показываю. Но это обращение к хейтерам. Знаете, есть такие люди, которые вечно всем недовольны. Давайте, CHFGPI. Я полностью доверюсь своему взгляду и посмотрим, к чему он меня приведет. Ты понял? Вот я захожу. Это очень важно понять, что вот это все, это полностью, целиком и полностью моя разработка. Мне не писали какие-то программисты, не предлагали мне что-то сделать. Мы, мы, это я и мои программисты, личность, с которыми мы работаем уже много лет, мы сами все это придумали. Абсолютно каждый вот этот алгоритм, который дает визуализацию, который дает прогнозы, это все наше. И, по сути, это мой взгляд на рынок. Здесь на понижение 67%. Перекрытие 33% многовато. Лучше искать там, где около 17, 15, до 20, короче. Но 33% многовато. Ну, давайте даже с перекрытием посмотрим, как будет происходить эта отработка. Я же всегда вам говорил, что если у вас вдруг получаются такие входа с перекрытиями, в этом нет ничего криминального. Ведь на бинарках перекрытие это абсолютно нормальная вещь, как в пятницу встретиться с пацанами, бахнуть пиво и чисто покайфовать. Там в баньку сходить. О, вообще, кайфы, кайфы, пацаны. Не забывайте в баню ходить. Реально можно нормально там отопыриться. Особенно если с кентами, то вообще красота красивая будет происходить. Так, ну а здесь у нас CHF GPI. Пока что ждем. Тут точно на данный момент нет прям такого супер уверенного движения. Ну, посмотри, разница в пунктах присутствует. Но я бы не сказал, что она значительная. До завершения минуты достаточно волатильная данная валюта. Валютная пара. Но опять же, CHF GPI. Здесь просчет, потому что общее движение на понижение. Здесь все ниже уровня 0. Здесь опять же фон на продажу. Ну, неплохо, неплохо, да? Неплохо. Ну, вот это уже, видишь, разница какая становится. 10 пунктов, 11 пунктов. Еще меньше пунктов, да? Чем ближе мы к завершению, тем цена немного у нас возвращается на повышение. Но опять же, вот вы сейчас увидите, как происходит полностью, целиком и полностью. Фиксация. С тем отчетом, что я зашел не в самый идеальный промежуток времени. Но сразу, сразу на 3 минуты. Мой собственный алгоритм. Посмотрим, как он по итогу себя отрабатывает. 20 секунд до завершения. Ну, а что тут говорить? Если это было создано для того, чтобы люди как можно скорее становились опытными. Набивали себе взгляд на этот рынок. И ни в коем случае не копировали все это, знаешь, на авось. Вот так вот вслепую все будет классно. Вход на понижение. 500 я ставил. 425 прибыль. В общем, вы увидели по итогу результат. И давайте так. Все, кто хочет, залетайте в группу. Ссылка в описании. Сейчас идет прием абсолютно всех. Но помните, что нужно самостоятельно использовать свой собственный технический анализ. На связи был Дед Смук и Фык. Всех обнял, приподнял, молодежь. Пока.